всем привет как всегда благодарю тех кто оказывает материальную и моральную поддержку данному каналу ну материальное понятно что а моральная это ваши комментарии которые я читаю с большим удовольствием и напоминаю еще раз перед тем как просить показать какую пластинку меня просить вы посмотрите пожалуйста плейлисты потому что там очень много уже всякого разного и вполне возможно что та пластинка которая вас интересует она уже есть каком-то ролике я хочу вспомнить что я делаю постоянно на самом деле конец 60-х годов и музыку которая записывалась в конце 60-х годов хотя я сегодня опять думал что бывает не часто думал о том что в музыке хорошей возраста нет вообще я совершенно с одинаковым удовольствием слушаю музыку и пятидесятых шестидесятых семидесятых и так далее так далее так далее до сегодняшнего дня разницы вообще не чувствую если это хорошая музыка музыка это ноты звук энергия мысль в первую очередь в первую очередь мысль музыкальная и просто мысль и в общем то мне все равно когда записан тот или иной альбом но тем не менее такая штука как дух времени вот это мы же физические существа и у нас вот это самое физическая наша сущность она толкает толкает на ощущение на запах прошлого да на запах и атмосферу ту которая была там в конце 60-х когда мы были маленькие совсем или вообще нас еще не было вот хочется как-то вот наше наше существо хочет потрогать потрогать ощутить что же тогда было такое интересненькое но я повторюсь что это не касается музыки вообще музыка существует сама по себе вне времени она она бы вневременная сущность она не важно когда на записано это к тому что меня просят часто очень пишут давайте advice он современней когда ты что-нибудь варвар первых полно современником в роликах посмотрите плейлисты там полно современника я я очень люблю хорошую музыку повторюсь и неважно когда она выходит меня есть современ ненько они современника и все там есть на чем есть сам себя прервал на том что дух времени вот этот самый мне тоже хочется ощутить и хочется вспомнить хотя 69 году я еще ничего не соображал в рук музыки еще и практически не слышал слушать начал лет лет в 12 то есть примерно 71 72 годах но тем не менее тем не менее интересно ведь может туда погрузились мы уже слушали ранее pink floyd их не говорю о beatles да вообще вообще далеко и элвис это вообще далеко и синатра это вообще далеко но а про классическую музыку что тут говорить да все понятно прошлый позапрошлый позапоза позапоза позапрошлый век и и и и дальше и дальше и никто в общем то не говорит что классическая музыка она Вообще старомодная, архаичная Правда же А про рок, когда Начинается, дайте что-нибудь современненькое Вот эти 60-е, 70-е Это неинтересно Это чушь, это значит, что люди Слушают не музыку, а слушают моду Просто слушают моду То, что модно сейчас А то, что модно сейчас, завтра будет не модно уже Так что наплевать и забыть Вот такая группа у меня есть Пластинка, точнее, такая есть Группа называется Волгала Американская группа Нью-Йоркская группа Больше, чем американская Хотя, наверное, меньше, чем американская Потому что Нью-Йорк это, в общем Относительная такая Америка Америка сама по себе Она немножко другая От Нью-Йорка немножко отличается Прямо скажем Достаточно немножко Ого-го, как немножко Но если вы в Америке не были, то почитайте Там американских классиков И все поймете сразу Разница между Нью-Йорком и Америкой Но, тем не менее Нью-Йорк 1969 год Волгала единственный альбом Очень хорошо сыграно Очень хорошо спето Здоровски придумано Фантазия бьет ключом Но мне не понравилось, как она спродюсирована Я не знаю людей, которые продюсировали этот альбом Которые записывали его Может быть, это были такие упоротые хипаны какие-то Которые просто взялись за это дело И у них не очень-то это получилось А может быть, и нет А может быть, так специально было Ну, то есть, что значит не очень Все хорошо, все звучит, все слышно, все здорово Но, если бы это все было по... Как-то более осмысленно в плане продюсеринга То это был бы шедевр А так это просто Парни пришли в студию и записали от души свои песни И очень здорово получилось То есть, это та самая музыка, которая называется хэви-рок Хэви-рок И мне очень нравится в этом смысле Эта группа, вот такие парни, замечательные Мне очень нравится она тем, что они абсолютно уперты в традицию Которая уже сложилась на тот момент времени Тяжелого рока То есть, была уже Vanilla Fudge в Нью-Йорке у нас Была группа Iron Butterfly Уже традиция тяжелого рока, она выстроилась И эти люди, они абсолютно в этом ключе двигались Что-то среднее между Vanilla Fudge и Deep Purple Но Deep Purple сами по себе выросли из музыки Vanilla Fudge Это понятно Но это немножко такие, не то же полярные вещи А довольно сильно отличаются Несмотря на то, что очень похожи первые три альбома Deep Purple Прямо с Vanilla Fudge Не то, что калька, но дух идет туда Но они все-таки более, извините за выражение, металлические Все-таки будем так упрощать наш разговор А Vanilla Fudge более помпезный, более грандиозный, более хэви А вот что-то среднее То есть, с одной стороны, такая монументальность Vanilla Fudge А с другой стороны, дикие хамандовские вот эти штучки Почти, почти что Deep Purple Единственное, что Blackmore нет А гитарист чисто американский, конечно Чисто американский, играет очень хорошо Но не так, как Blackmore Не классические вот эти пассажи Нет у него школы игры на виолончели, как у Blackmore Но играет очень хорошо, абсолютно в американском стиле Не похоже на Blackmore При этом все очень здорово И кайф-то в том, вот я сам себя опять перервал Что упертость вот это в хэви движение Несмотря на то, что 69-й год Уже Velvet Underground вовсю в Америке Уже продвинутые люди Уже там The Stugges маячит Уже все движется Нью-Йорк кипит И не только Stugges к Нью-Йорку Опосредованное отношение имеет очень Но тем не менее уже кипит, кипит Все развивается В Лондоне вообще происходит безумие Конец 60-х Свингующий Лондон Вспомню, сколько нового появилось всего А эти парни в 69-м году Уже закостенели в своем хэви И вот в этом-то и кайф Но при этом Любой начинающей группе Любой абсолютно Я бы посоветовал послушать этот альбом Вне зависимости от того Любите вы тяжелую музыку Не любите вы тяжелую музыку Не слушаете вы музыку 69-го года Считаете ее замшелой И ненужной, и неинтересной А послушать это интересно И, на мой взгляд, стоит Ради того, чтобы Убедиться, насколько этих парней прет Насколько их прет Композиторски и исполнительски Как они Просто не могут остановиться В написании песни конкретной Просто не могут И это здорово И это не от того, что Хочется поскорее выключить А Ну, просто вот Хартаймс, первая песня Тяжелый Похоже немножко вот здесь На Deep Purple Уже Тяжелый Heavy Rock Funk Такой И вот он несется 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 Вокалист поет Гитарист играет Клавиши Сзади Хаммонд Там Чудо действует И вдруг начинается Какая-то такая Перкуссионная Атака Полная Все разошлись в стороны Остается перкуссия И пошла какая-то Извините за выражение Сантана И вот это вот Продолжается Я уже не говорю о том Что там гармония И мелодия Меняются В середине Несколько Небольших частей В этой Хартаймс Хотя Она кажется Простой и прямой Ничего подобного И вот это вот Сантана Заканчивается И опять Монументальная Кода Хорошо Раз Концерт Следующий номер Медленная Баллада Красивая Переходящая В какое-то Такое Полуквазис Квазисимфоническое Полотно Зачатки Того самого Сложного Рока На букву П Я не буду говорить Ну то же самое Что было у Дипепл На первых альбомах Простая вещь Кажется Да Насыщается Такими Околосимфоническими Построениями И все очень красиво Ladies in Waiting Как один критик Написал Одна из самых Красивых Баллад В тяжелом Роке Вот так Вот Ни больше Ни меньше Ladies in Waiting Та-да-да-да-да И она тоже Развивается Развивается И не просто Такая Ladies in Waiting А там накручено Будь здоров Сколько всего И гитарное соло Ну начинается Там очень хорошая Подкладочка Гитарная С квакушкой Очень приятно С таким вкусом Сыграно Все Прямо Зашибательски Как говорит молодежь I'm not asking Следующий номер Это уже полное безумие Полное безумие Просто Опять какие-то Фанковые Такие вот Фанковое начало Потом в рефрене Вдруг Все съезжает В традиционный Уже европейский Такой тяжелый Рок Вокалист Кричит Диким голосом Как будто Он тяжело Болен И последний шанс Ему что-то спеть Потом опять Возвращается Все в фанк И гитарное соло И остановиться Мы не можем Мы играем 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 И три Или четыре Фальшфинала По-моему То есть все Бам Песня заканчивается Аккорды Такие Оркестр Заканчивает Ораторию Том Та-дом Том Том Это Конец Нет Опять Та-да-да-да-да-да Том Том И так Несколько раз И так Убедительно Остановиться Не могут люди Хотят играть Хотят продолжать Диком Последняя На первой стороне Песня Какое-то Странное С оркестром Какое-то Такое С одной стороны Кабаре С другой стороны Тяжелая Какая-то Штука С третьей стороны Тут и оркестр Вам Тут и прозрачность И все И в каком стиле Я не понимаю Не знаю Heads are free На второй стороне Первая Очень похоже На Hard Times Тоже Фанковая Гонка Вперед Вперед Ребята Мы летим Rooftop Man И JBT Две песни Основанные На блюзе Но вот Хорошо Начинается Блюз Потом Начинается Хардрок Потом Начинается Фанк Все в одном В одной песне Потом Из фанка Вдруг прыгаем В какое-то Болеро Равеля Неожиданно Потом Раз Опять Фанк Пошел Опять И все И не остановиться Мы не можем Мы играем Мы хотим И это сыграть И то сыграть И так сыграть И все это Заметьте В тяжелом Хэви-роке На нас стоит Печать Мы играем Тяжелый рок Но здесь Сыграно Все, что мы умеем Все, что мы знаем Все, что нам хочется И все это длинно И За счет того, что Все время по-разному Интересно И не скучно Вот так Поэтому я рекомендую Молодым музыкантам Это послушать Как можно проявить себя Композиторски И ничего не бояться Главное Не бояться Вот этих Долбанных Радиоформатов Вот в этом формате Мы играем Такое Вот такое Куплет-припев Куплет-припев Та-да-да-тун Та-дам Та-дам Играйте, чего хотите Как нравится Так играйте Наплевать на все Радиоформаты Абсолютно Conversation Лирическое Произведение Очень красивое И Аверсис Симфони Последний номер Это уже просто Здравствуй Впереди Где-то там Далеко группа Дженесис Где-то там Группа Рьез Где-то там Кинг Римсон Это такое Просто Вот просто Оркестр гремит Басами Трубач Выдувает Медь Как поется В одной песне Тут вам И басами И оркестр И медь И гитара И голос И пафос И настоящий Вот этот самый Чтобы не сказать П Рок Ну в смысле То что Считается Прогрессивным Да Вот просто Сложный Придуманный От души Придуманный От души Заметь Не просто придуманный А придуманный От души Чтобы так Выложиться Чтобы выплеснуть Из себя Все что ты Умеешь Все чему ты Научился В музыкальном училище И вперед В общем Очень интересная Пластинка Неважно Спродюсировано Но может быть Мне не нравится Запись барабана Здесь просто Потому что Немножко шлепает Малый барабан Вот как Часто бывает На старых На старых записях Тяжелой музыки Такие шлепающие Ударные Ну да бог с ним Как записали Так записали Музыка-то интересная Все Волгауа 69-й год Нью-Йорк Пошел